Привет друг, с тобой Эван, продолжаем играть на сервер Дэва Проджект, всё как всегда, и сегодня, как ты понял по названию ролика, мы будем зарабатывать лёгкие деньги, а именно выполнять достижения. Поэтому я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита, и мы начинаем. А перед началом данного ролика хотел сказать, что на этом сервере у меня свой личный промокод Эван. Вводи его при регистрации большими буквами и забирай ценные бонусы. Как я уже сказал, будем выполнять достижения, значит камхак вырубаем, и в F1 открываем, и здесь есть достижения. И есть разные достижения, за которые ты можешь получить и випки, и деньги, и кейсы, и вообще очень-очень много чего. Поэтому некоторые достижения у меня уже получили, это приобрести права на любой транспорт 2000, пройти обучение 5000, приобрести автомобиль в салоне малого класса 3000. То есть мы уже заработали 10 тысяч, ну и в випку. А теперь осталось самое интересное. Нам нужно поставить надежный пароль. 30 часов, 10 часов, ну это такое, это со временем. Подтвердить страничку ВК, в принципе, можно сделать. В принципе, набрать серию очков за дрифт можно тоже, как бы и 500 тысяч, и 250 тысяч. Приобрести права на весь транспорт, приобрести автомобиль в салоне среднего класса. Ну и, в принципе, остальные достижения, это чисто по мере выполнения игры на сервере, это 300 тысяч на работе перевозчика, автобуса, таксиста, да и т.п. Поэтому сначала мы будем подтверждать странички, а потом выполнять дрифт. Погнали. Так, для подтверждения страницы мы заходим ни сюда, ни сюда в настройки. Дальше вниз привязать ВК и выполняем действия. Ну что, страница подтверждена, бабки мы получили, да, все верно, да, 5000, вообще изи, поставить надежный пароль, пф, пф, изи. Пароль успешно изменен, новое достижение, security, еще, сколько мы заработали? Еще 3000 заработали. Теперь нам нужно, как бы, купить все права. Как раз на этих 8000 можно поехать и купить права, а автошкола у нас находится вот, ну, в принципе, вот здесь, недалеко от спавна, так что, троечка, снять автомобиль с ручника и погнали. Я не знаю, как я буду выполнять дрифт и сколько это время на это понадобится, но мне кажется, очень быстро. Значит, дева, автошкола, салам алейкум. Нам нужно права на все тачки. f, открыть окно, ох, ебать, ох, ебать, ну, ладно, 25, но все равно мне потом они не надо будут, так что, я думаю, это вклад в будущее. И мы, получается, получили достижение, f10, f1, зачем f10, не знаю, достижение. Права на весь транспорт, 20000, ну, в принципе, немного кэшбэка нам отсыпали, достаточно нормально. И остался у нас что, ну, 10 часов отыграть это нормально, потому что и 14 дней играть подряд это тоже норм. Типа 10 часов можно от АФК, а здесь анти-АФК нет. Ну, в принципе, осталось что, остался только автосалон, не хочу. Ну, получается, дрифт, 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 получается. Погнали, тогда выбираем дрифт-шип, едем в аэропорт и начинаем наваливать. Знаешь что, мы приехали на чиповочку АФК, это чиповочка, да, всё верно, чиповочка. Пацаны здесь на сливах ездят, дрифтят, но я на И-34, как бы, бэмбасе, ничего сказать. Ставим чиповочку комфорт, наверное, либо, ну, желательно ставить на полный привод, чтобы сразу выполнить дрифт. Вот этот, если я не ошибаюсь, у меня полноприводный чип, да. Вот вам двигатель, кузов, подвеска, флаги модели, флаги хендлинга. Если нам, вот, тебе нужен будет этот, как бы, чип, можешь скопировать. А мы поехали дрифтить. Я уже вижу, как, блин, очки набираются, что это капец, как долго будет. Ну, ладно, погнали. Ну что, мы приехали в аэропорт АСФ. Я надеюсь, здесь никто ездить не будет, мешать не будет. Мы спокойно наберём. Поэтому, ручник, нитро, тапочку в пол. А почему их не собирается? Можешь мне кто-то сказать? А вот, пошёл собираться. Ну, за один, конечно, раз, 20 тысяч собрать. Ну, почти 20 тысяч за один раз. Я вот так подниму. Бля, а, даже так, он сбрасывает. Он сбрасывает. Бля, короче, чё, надо будет от стороны в сторону. На и-34 это, конечно, будет сложно, но возможно. А чё, X3 можно или он вообще появляется только при достижении какого-то количества очков дрифта? Бля, снег нихера не видно, это пиздец. Знаете, лучше всего выполнять эти достижения тогда, когда все спят, либо все в школе. То есть, либо рано утром, либо поздно-поздно ночью. Ну, что, может кто-то приехать и тебя затаранить. О, X4, кстати, X4 быстрее собрал, чем X3. Чё за дичь? Ладно. Блядь, столкновение, сука! Ебучий снег, можно его отключить? У вас закончилось топливо. Это, это, это лучшее просто совпадение. Закончилось топливо и ещё снег пропал. Всё, 55 литров. Чиназос на базу. И знаете чё, пацаны? Я решил всё-таки поехать в аэропорт ЛВ, там где я выполнял, в принципе, и дрифт на этом, на Аэродмире. Поэтому, гай. Ну что, пацаны, я... Чё-то мне, пацаны, если честно, на аэропорт ЛВ... Чё-то, пацаны, если честно, мне аэропорт SF не особо зашёл, поэтому отправляемся в аэропорт ЛВ, он хотя бы там по кругу, и... Попробуем набрать очки там. Пипец, здесь даже вот так на поребрик вот это заезжаешь, и всё, и столкновение. Это пиздец. Я теперь понимаю, почему так сложно. Кстати, лучше всего, походу, дрифтить в аэропорту ЛВ, потому что здесь есть вот эти... фонарики, и они вроде их как убрали, или это зима их убрала. Нет, не убрала, вот они есть. Не могу тоже сбросить, так что очень аккуратно нужно. Я не знаю, сколько я там проехал, уже кругов шесть или сколько, но уже их четыре и двести шестьдесят тысяч, офигеть. Два, один, всё, пятьсот тысяч мы набрали, но давайте ещё доберём до ляма, чё. Рекордик поставим. Ну что, один миллион я накопил, надо было всего лишь пятьсот тысяч, это чисто один миллион, это уже мои. Вот, вы побили дрифт-рекорд, дрифт-серия-два, дрифт-серия-один, всё, и теперь мы все достижения выполнили, или чё? Так-так-так-так, там нам дали кейсик, два набра, и кейс випа, и чё нам осталось? 50 часов, это 30 часов, 100 часов, это понятно, что уже нет, убить тысяча игроков, но это долго. Три часа отыграть, нам дадут игрок один, выстрелить тысяча снежков долго, снеговики долго, 14 дней подряд, в принципе, изи. Десять автомобилей на аукционе, кстати, кстати, можно же поехать свой мопед вылаживать и покупать. Погнали, посмотрим. Бесишь, что с такого расстояния врубается пешеходная зона, и пиздуй пишки, можно так сказать. Короче, Дед Мороз, салам алейкум. Давай начнём аукцион на мопед, ход аукциона 1, сумма миндального выкупа 2. Нормально? Вы создали новый лот, игра на ваш лот началась. Окей, мои лоты, и чё, я выкупить могу? Выкупить? Да. Вы не можете выкупить. Обидно. Кстати, когда спамил F3 в аукционе, пишется вот так. F10. Ой, какой F10, бля, почему я нажимаю F10 по привычке? Достижения. Чё здесь ещё можно пройти? 20 сант. Вот это 300 тысяч на каждой работе. Автомобили в разных автосалонах. И всё, да? Да. Но я думаю, спустя время добавят ещё очень много новых достижений. Можно будет больше денег заработать. А нам дали кейс Daunabra и кейс VIP. Поэтому переходим в панель кейса и будем сейчас открывать. Наличие у нас есть один кейс. Вот здесь пишется. И в Daunabra мы можем выявить Camry, 140-го, 60 тысяч долларов, 100 тысяч VIP и 3 дня VIP. Но мне выпадет Camry. Смотрим. Открываем. Достаточно прикольная прокрутка. Наконец-то кто-то это реализовал по-нормальному, как в билет на 15 минут. Это что такое? Ваш выигрыш 15 минут. Такое. Такое. Максимально такое. Какой-то, блин, билетик нам дали на 15 минут. Чё он назначает? Да я фиг его знает. Здесь можем получить разный VIP. А, окей. Ну давай крутим. Либо на 30 дней. Ну лучше было, конечно, на 30 дней что-то получить. Ох, ебать! Это gold VIP на 30 дней. Это заебись. Это очень охуенно. Окей. 30 дней. Выбрать. Нет других статусов. Окей. А, давайте посмотрим VIP, что он решает. Доступ к VIP ежедневным заданиям. Иконка возле вашего никнейма. Лимит спауна 13 до 5 штук. Плюс 25% дохода на всех работах. Телепорт из воды F1 настройки. Скидка в милл автосалоне 5%. И рост вклада увеличится до 1,2%. Неплохо, неплохо, неплохо. Конечно, босс был бы попиже, но и так нормально. А, плюс 1 билет свободы 15 минут. А, то есть это если мы сядем в тюрьму, и мы можем на 15 минут как бы выйти из нее или что. Ну, типа того, я думаю. Также хотел сказать, что, пацаны, это не все задания, которые здесь доступны на деньги. Здесь доступны также задания, как и на Редмире, то есть ежедневные задания. Мы нажимаем F1, заходим в награды и ежедневные задания. Вот у тебя есть ежедневные задания, за которые ты можешь получить тоже деньги. Например, заправить тачку суммарно на 40 литров, набрать 100 тысяч очков дрифта, посетить службу такси Uber. И за это все ты сможешь заработать 5 тысяч, но там вообще по разуму. Но если у тебя есть еще VIP-ка, ты можешь получать еще другие задания, еще на больше денег. Также ты можешь их обновлять. А при достижении 80 заданий тебе дадут 2 коробки, которые ты сможешь открыть и забрать ценный бонус. Поэтому это тоже как бы способ заработать неплохие деньги, каждый день, причем. Ну, в принципе, на этом все. Вот такая вот маленькая серия по Devo Project вышла. Выполнили все доступные достижения, которые может выполнить новичок буквально на первых часах своей игры. Остальные достижения уже по мере работы и по мере того, как игрок будет развлекаться, блять, развиваться, да. Штрафик получили. Я надеюсь, тебе этот ролик был полезен и тебе он понравился. Поэтому, если ты еще не играешь на этом сервере, заходи, вводи мой промокод и получай ценные бонусы. А в конце ты можешь получить BMW M4 на виниле. Поэтому, как заходишь на сервер, сразу вводишь промокод, сразу идешь, выполняешь... Блин, я задолбался здесь штрафы получать. Сразу идешь, выполняешь квесты, зарабатываешь очень много денег, зарабатываешь кейсы, крутишь кейсы, выбиваешь VIP. И VIP дает тебе и улучшения на работах, и процентики, и ты так быстрее развиваешься. У меня на этом все. Напиши в комментариях, как тебе достижения, какие достижения ты выполнил, какие нет. Если нет, тогда беги на сервер, выполняй. Нажимай на кнопку подписаться, делай из красной серую. Нажимай на колокольчик, чтобы всегда смотреть мои ролики первыми и никогда их не пропускать. Ну, с тобой был Эван, всем желаю хорошего дня, всем удачи, пацаны, и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok